Добрый вечер, господа трейдеры! Я вас приветствую на нашем вебинаре. Мы сегодня разберем торговую стратегию «Формула прорыва». Мы немного поговорим о торговой стратегии, потому что в принципе она простая, и я предложу свой метод использования индикаторов, которые входят в данную торговую стратегию. Итак, содержание вебинара «Основа стратегии. Формула прорыва», правила торговой стратегии, установка стоп-лосса и тейк-профита. Ну и в принципе моя идея, как можно это использовать, использовать более грамотно и с большей вероятностью профита. Почему была идея по-другому посмотреть на данную торговую стратегию, я думаю, вы поняли из движения, которое мы сейчас постоянно видим. На графике, например, вопрос, какой сегодня тренд был по евро-доллар. Я думаю, сложно на него ответить внутреннему трейдеру, потому что сейчас по все стороны движется пара. На самом деле сейчас очень большой флэт на рынке. Вообще, в принципе, на валютном рынке флэт, и поэтому нужно находить какие-то новые способы извлечения прибыли, находить какие-то новые фильтра и находить новый подход, который больше подходит именно под ту ситуацию, которая сейчас творится на рынке. А сейчас на самом деле очень сложная ситуация творится на рынке, потому что флэт. Итак, вот он мой экран. Да, кстати, отвечаю на вопрос по поводу флэта. Давайте я сделаю, наверное, вот так. Специально уменьшил график D1, то есть мы видим, что с начала 2015 года, и, в принципе, по сей день рынок находится во флэте. Это такое вступление для того, чтобы разобрать эту торговую стратегию. То есть рынок действительно находится во флэте. Нет никакого тренда, нет восходящего тренда, нет нисходящего тренда. Вот здесь вот какой-то восходящий пытался появиться, но как-то ему это надоело, и он обратно решил уйти во флэт. И вот мы сейчас находимся во флэте. Реально, мы с 2015 года, цена находится во флэте. Кому от этого плохо? Ну, тому, кто работает на долгосрок, от этого плохо. Вот почему? Потому что если он работает на долгосрок, то, соответственно, у него какие-то очень большие тейк-профиты, и ему сложно торговать. Ну, опять-таки, если трейдер переводит сделку без убыток, то тут ничего страшного, я думаю, возможность перевести без убыток все-таки появляется. Также тому, кто работает внутри дня именно интродэй и с переносом на следующий день. То есть такой вот интродэй плюс 2-3 дня. Вот таким трейдерам сейчас на самом деле больше всего доставляет сложность вот это вот движение, которое сейчас происходит. Почему? Потому что скальпера, например, вот я знаю, что Ирина с нами сейчас, правильно? Я видел, что она зашла. Вот. И сегодня Ирина, это ученик мой, и она скидывала отчет по сделкам, но она занималась сегодня скальпингом. И была прибыль. Была прибыль. Почему? Потому что скальпинг – это какие-то очень короткосрочные движения. И, естественно, если мы смотрим на D1, то на M1 или на M5 этого нет. То есть на M1, на M5 тренды есть. Они есть, потому что, ну, что такое тренд на M1? Это вообще ерунда. И он появляется… Вот, вы пробовали, да, я знаю. Тренд на M1, он просто появляется от любого движения, и уже можно сказать, что это тренд. В принципе, ничего не мешает сказать, что это тренд. И, наверное, это будет правильно, если мы скажем, что это тренд. На H1, вот давайте поставим на H1 сегодняшнюю ситуацию. И что мы видим на H1? Сегодня у нас был пробой минимума здесь. В принципе, кто торгует по уровням, скорее всего, здесь продал. Потом здесь, скорее всего, получил стоп-лосс, был пробой максимума. И опять продал здесь где-нибудь, да. То есть получается, что ситуация на самом деле сейчас очень сложная. И вот эти вот качели, они, к сожалению, имеют место быть. И просто нам нужно принять, что они есть. И нужно просто суметь подстроиться именно под эти качели. Потому что сейчас эти качели, они, в принципе, по всем валютным парам. И от них куда-то деться очень-очень сложно. И поэтому надо как-то адаптироваться под этот рынок. И вот как раз сегодня я хотел вам предложить один из вариантов, как можно адаптироваться под этот рынок. Ну, пока другого какого-то такого вот действенного варианта я не вижу. Поэтому предложу вам этот. Надеюсь, что вы его используете под свою какую-то стратегию. То есть вы просто возьмете эту идею, потому что вообще, если вы возьмете идею и используете так, как вам это удобно, так как вы будете понимать, то я думаю, что она будет работать еще лучше. Потому что все-таки задача трейдера это думать. Если вы хотите просто быть обезьянкой, нажимать на кнопочку, то лучше пойти куда-нибудь в цех, на завод. И там как раз эту кнопочку все время нажимать и получать зарплату ежемесячную. Здесь же надо думать, здесь надо стараться адаптироваться под текущей ситуацией. Ситуация, как я уже сказал, сейчас сложная. В принципе, я это не придумал, я вам показал, что сейчас на рынке плетут. Сейчас с 2015 года. То есть об этом мало кто говорит, но это так. То есть я вот говорю как есть. То есть вы знаете, что я стараюсь все-таки никогда не обманывать и говорить именно то, что есть на самом деле. Поэтому хочется зайти с маленьким стопом. Из-за того, что этот плет. Для чего? Для чего хочется зайти с маленьким стопом? В первую очередь для того, чтобы можно было как можно быстрее взять один к одному. То есть поставить положительный замок. Получается, что если вы заходите, например, двойным ордером. Я работаю всегда двойным ордером. В принципе, все вы это знаете. А если вы работаете двойным ордером, то вы первую сделку закрываете один к одному. Вторую даже вы можете не переводить без убыток, потому что без убыток может быть очень близко. Но если сработает стоп-лосс по второй сделке, то, соответственно, вы получите убыток, равный прибыль, которую вы уже забрали. И вот это вот вам нужно сделать сейчас. Сейчас я считаю, что самая главная задача это добиться того, чтобы вы как можно с большей вероятностью брали первый тейк профит. Получали вот этот вот положительный замок. Если он у вас будет и будет какой-то хотя бы небольшой тренд, хотя бы внутридневной. То есть хотя бы какое-то движение, которое можно назвать движением. Но хотя бы вот такое восходящее движение. То вы на нем заработаете однозначно. Если вы будете страховать. Пока будут вот эти вот качели, вы будете постоянно получать этот положительный замок. То есть вы будете получать первую прибыль, второй убыток, равный прибыли, которую вы уже получили. И в итоге получится, что вы ничего не потеряли. По крайней мере вы вот это вот плохое время сможете пережить. Потому что сейчас нужно ловить вот эти вот тренды. Они все равно есть, конечно же они есть. Но их нужно ловить. То есть их нужно суметь поймать. И до тех пор, пока вы будете их ловить. То есть видите, у нас есть все-таки движения. Но пока вы будете ловить эти движения, у вас будут стоп-лоссы. И для того, чтобы их было как можно меньше, нужно стараться ставить маленький стоп-лосс. Для того, чтобы вы могли закрыть первую сделку. То есть получить этот положительный замок. Если что-то будет непонятно, то обязательно спрашивайте. Не стесняйтесь. Итак, теперь давайте поговорим о торговой стратегии. Вообще, что это за торговая стратегия? Откуда она такая взялась? И почему вот она вот такая, как вы это видите? В первую очередь здесь определяется тренд. Тренд определяется вот этим вот индикатором. Индикатор в принципе несложный. Он немного даже похож на индикатор регрессии. Индикатор называется COG. Вот он, индикатор COG. В свойствах ничего и не меняет. То есть можете попробовать, поэкспериментировать в принципе с настройками. Я думаю, что как такого смысла нет. Ну попробуйте, не. Может быть что-то получится. В принципе поменяйте линии эти регрессии. Тоже можно попробовать. Вот. Ну я здесь ничего не меняю. Это вот эти вот линии. Нам рисует индикатор COG. Он нам показывает направление. То есть мы видим, что сейчас на таймфрейме H1 направление у нас восходящее. И мы отбились от верхней границы. То есть вероятность того, что мы как-то подойдем к нижней границе. Почему у вас даже было написано в принципе в рассылке, что здесь используется волновая теория. Волновая теория говорит о том, что есть импульс, есть коррекция, есть импульс, есть коррекция. И так в принципе и формируются тренды. Тренды. То есть что такое тренд? Тренд это движение вниз, потом меньшее движение вверх. Это мы сейчас говорим о нисходящем тренде. Движение вниз больше, меньшее движение вверх. То есть получается импульс-коррекция, импульс-коррекция и соответственно импульс. Вот у нас вот такой вот получился здесь нисходящий тренд, который мы с вами нарисовали. То есть нам нужно искать получается коррекцию для того, чтобы входить в рынок. Ну, это даже, наверное, в любой торговой системе надо находить коррекцию для того, чтобы ловить импульс. Просто это вот у нас, получается, волны. Ну, как волны, здесь именно идея. Идея взята, то, что рынок ходит импульсом коррекции, то есть он не ходит вот так просто вниз. Так вот раз и упал, да? То есть такого, конечно же, вы не увидите. То есть нужен по-любому какой-то импульс, потом нужно какое-то накопление, то есть для того, чтобы появились участники на рынке, и потом будет какой-то импульс. То есть вот, в принципе, это движение можно сюда перенести, и оно будет совершенно такое, как я нарисовал. Коррекция и, соответственно, импульс. То есть вот они, эти волны, и все. То есть здесь идея в том, что у нас всегда будет коррекция, и всегда будет импульс, и не будет идти сразу цена. Второй момент. Как нам найти выгодную цену? Ну, первое, мы определились с тем, что нам нужно увидеть наличие тренда. То есть вот здесь вот у нас тренд начался восходящий, у нас был изгиб вот этого вот индикатора, мы с ним разобрались, как им пользоваться. То есть мы просто смотрим, во-первых, у нас цена должна быть в нижних диапазонах для того, чтобы покупать, и в верхних диапазонах для того, чтобы продавать. То есть нам нужно получить выгодную цену. Почему нужно получить выгодную цену? Я уже, в принципе, в самом начале сказал, потому что флэт. Потому что флэт, следовательно, нам нужно получить выгодную цену, чтобы мы могли перевести без убыток и что-то заработать. Когда у нас будет тренд, мы можем покупать и на самых хаях, и будет дальше обновляться эти хаи, и мы будем получать прибыль. Но когда он уже будет, я не знаю. Потому что вы видите, какое сейчас движение, уже эти тренды, они пока только во сне. Пока вот спишь, они есть. То есть просыпаешься, к сожалению, флэт. Поэтому вот такое движение. Определились с этим индикатором. Давайте идем дальше. Список индикаторов. Индикаторы RedHays, вот они наши два индикатора, они нам рисуют вот эти вот свечи, похожие на свечи Haken Asher. В принципе, вы знаете, что такое свечи Haken Asher. Я как-то проводил даже вебинар по ним. То есть они нам сглаживают цену и показывают наличие тренда восходящего или, соответственно, нисходящего. То есть здесь у нас был нисходящий тренд. Видите, вот были эти коррекции, какие-то, но при этом индикатор показывал нисходящий тренд. Это очень хорошо, потому что нужно сглаживать вот эти вот подъемы. Нужно. Это очень важно. Потому что если их не сглаживать, то здесь бы можно было уже начать продавать. Но при этом, вот у нас даже, видите, точечка была. Это сигнал к продаже. Но мы видели, что явно восходящий тренд. Поэтому мы бы не могли продать. Потому что мы видели, что он явно восходящий. И поэтому вот такой сигнал мы бы пропустили. Это тоже очень хорошо. То есть продажи мы здесь никакие не рассматривали бы. Потому что у нас вот такие вот свечи похожие на хайки наши. На самом деле они очень сильно похожи. И что у них еще есть очень интересное. То есть когда идет сужение величины вот этих вот баров. Вот например здесь видите у нас были большие-большие. И они стали маленькие-маленькие-маленькие и совсем исчезли. То есть мы знаем о затухании тренда. То есть мы знаем когда у нас начинаются флэпы. Вот например вот здесь вот нисходящего движения сильного и не было. Не было вовсе. Потому что у нас не было больших вертикальных вот этих вот баров красных. Они у нас были очень маленькие. То есть у них были маленькие тени. Вот обратите внимание здесь у нас тени большие. То есть у нас есть хорошее нисходящее движение. Здесь у нас тени маленькие. И соответственно и движение в принципе такое же. Никакое. То есть оно у нас получается никакое движение. С этими индикаторами двумя мы тоже разобрались. Индикатор прайс, это индикатор цены. Вот у нас с правой стороны просто показана цена, которая сейчас текущая. В принципе, если он мешает, можете его удалить, потому что он просто показывает текущую цену. Чтобы было виднее. Так, с этим индикатором разобрались. Индикатор ШИ сигнал. Вот он, индикатор ШИ сигнал. Он нам рисует вот эти вот точки на покупку и на продажу. То есть он нам дает сигналы на покупку и на продажу. Вот такими вот точечками он нам их рисует. И один из самых важных индикаторов, это индикатор МАГДИ. Это переделанный индикатор МАГДИ со скользящей средней. И вот такими вот он рисует разными цветами. То есть когда у нас нисходящее движение, он красный, восходящий, а зеленый. И самое главное, когда затухает восходящее движение, то рисуется темно-зеленый цвет. Вот это вот очень важный момент. То есть когда у нас бары повышающиеся, то, соответственно, у нас светло-зеленый цвет. Когда понижающиеся, вот здесь вот именно на гистограмме, то цвет темно-зеленый. То есть мы знаем о том, что у нас есть затухание нисходящего движения. Вот это вот очень важно, на что мы будем обязательно смотреть и обязательно будем смотреть на скользящую. То есть скользящая нам на самом деле очень-очень сильно нужна. И она нам очень сильно поможет. То же самое и с красным цветом. Когда у нас темно-красный цвет, значит тренд у нас нисходящий. Когда светло-красный, значит этот нисходящий тренд затухает. То есть мы тоже об этом, получается, узнаем именно с помощью вот этого вот индикатора MACD. То есть вот этого переделанного индикатора MACD. Все индикаторы, которые я вам показал и шаблон к торговой стратегии, вы скачаете сразу после вебинара. Я скину на Яндекс.Диск и дам вам ссылку. Определились мы с индикаторами. То есть что у нас за индикаторы? У нас индикатор, который показывает нам направление тренда. Опять-таки индикатор тренд восходящий, тренд нисходящий. Это вот эти вот свечи как бы хейки наши, то есть похожие на свечи хейки наши и индикатор MACD. Вот это вот то, что нас интересует. Да, запись будет, запись включил, Андрей, спасибо. На каких таймфреймах, Алексей спрашивает? Хороший вопрос. На любых. Вот самое интересное. Ну, я думаю, M1, конечно, это грубовато. А так на любых таймфреймах, на любых валютных парах. Видите, если M1, ну, тоже можно, в принципе, видите, цена отскакивала. В принципе, поскальпить, если это ESN счет, то можно поиграться и на M1, как вариант. M5 тоже, в принципе, хорошо работает, сигналы хорошие показывают. Здесь был сигнал на продажу, здесь сейчас сигнал на покупку, видите, вот идем вверх. M15, да любой, D1 поставьте, D1 тоже очень классно работает. А, кстати, вот можно им просто пользоваться на D1 для того, чтобы понимать, в каком направлении работать. Тоже как вариант. То есть, просто переходим на D1. Мы видим, что еще до верхней границы есть куда идти. Нарисовались вот уже зеленые столбики. То есть, мы понимаем, что скорее мы пойдем вверх. И все, мы рассматриваем торговлю именно вверх. То есть, мы рассматриваем покупки. И все, то есть, или мы находимся именно возле нижней границы, появилась точка, да. И уже по своей торговой стратегии, например, вы там волновик или еще кто-то там по каналам торгуете, построили канал, здесь где-то взяли купили. То есть, получается, что можно использовать этот индикатор на любых совершенно таймфреймах. И торговая стратегия, она тоже работает совершенно на любых таймфреймах. На любых. То есть, нет какой-то привязки к какому-то таймфрейму или к какой-то валютной паре. Любая валютная пара, любой таймфрейм, а точка рисует индикатор, мы уже определили, ши сигнал. Он тоже есть. То есть, у нас здесь вот сколько получается список индикаторов. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, четыре индикатора, прайс не считаю, прайс можно выкинуть, в принципе, он так вот просто красиво делает. Получается, раз, два, три, четыре индикатора и один подвальный пятый. Пары-мажоры. Лучше пары-мажоры, наверное, или, ну, во всяком случае, трендовые пары. Трендовые пары. Здесь, на самом деле, работает тренд. В первую очередь. И как бы и все. То есть, на самом деле, если мы поставим на любые валютные пары, я думаю, что он будет показывать примерно одинаковую картину. То есть, не поменяется. Конечно, если вы поставите на какой-нибудь еврофунт, то, я думаю, будет не очень. Потому что еврофунт вообще как бы пара не очень. И она флэтовая, а ее просто бросает со стороны в сторону постоянно. Поэтому, я думаю, что на еврофунте она будет работать плохо, но просто потому что пара пока. Нужно какое-то направление, чтобы, вот видите, у нас как-то по фунту все-таки есть какое-то направление. По новозеландцу, опять-таки, есть какое-то направление. И вот это направление нужно, чтобы было. Поэтому если вы ставите валютную пару, где нет никакого направления, где вот такие движения вверх-вниз, то есть она волатильная, но она волатильная от того, что она больше припадочная, чем волатильная. Поэтому такие стратегии просто не будут работать. Вообще в принципе трендовые стратегии не будут работать. То есть вы будете на каком-нибудь верхнем припадке думать о том, что надо покупать, а потом уже надо продавать внизу, а потом уже покупать. Вы просто будете постоянно переворачиваться, брать стоп-лоссы и никогда ничего не заработать. Поэтому просто надо адекватные валютные пары выбирать. Опять-таки смотреть на наличие спреда, то есть какой спред. И опять-таки зависит от того, каким-то фреймом вы торгуете. Если вы торгуете H4, то как бы в принципе не сильно важно какой спред. Если вы торгуете на M5, то конечно важно какой спред. Поэтому здесь тоже на это обязательно обращаем внимание. И давайте разбираться с точками входа, с точками выхода, покупок, продаж, то есть когда мы в какую сторону работаем. Итак, мы видим, что у нас здесь появилась красная точка, вот она у нас. И у нас появился темно-зеленый бар. Вот это вот очень важно, то есть нам нужно увидеть затухание. То есть здесь у нас светло-зеленые бары все. И это говорит о том, что тренд, конечно же, восходящий. Нам нужно увидеть это затухание. Нам нужно увидеть появление красного столбика, вот этого вот переделанного хейки-наши. То есть нам нужно убедиться о том, что мы собираемся идти вниз. И обязательно нам нужно пересечение скользящее на индикаторе. То есть мы видим, что сейчас скользящее на индикаторе MACD, она показывает о том, что тренд вниз. Вот это вот в принципе самое важное. И вот в переделанной версии, о которой я буду чуть-чуть позже рассказывать, мы будем как раз использовать вот этот вот момент. То есть когда у нас есть вот это пересечение. Все, у нас появился красный столбик, у нас появилось пересечение, у нас появилось затухание восходящего движения, то есть темно-зеленые бары. И что мы делаем? Мы продаем стоп, мы ставим за точку. То есть за красную точку мы поставили стоп. Ну это дневка, поэтому стоп-клосс, конечно, в пунктах получается большой. Ну и выхлоп здесь был немаленький, согласитесь. То есть здесь 400 пунктов стоп-клосс. Ну а брать можно было вот 1330, то есть очень много можно было брать в пунктах Take Profit. Это дневка, то есть это вот мы сейчас рассматриваем на дневке по поводу того, работает ли это на дневке. В принципе, я считаю, что работает. Также можно было здесь и покупать, если по пересечению смотреть. То есть у нас светло-красные столбики, то есть это говорит о затухании. Опять-таки было пересечение. Вот оно было, это пересечение. Все, мы здесь где-то рассматриваем покупки. Опять-таки покупки когда? Когда у нас вот появился столбик. То есть это здесь у нас получаются покупки. Стоп-клосс поставили за предыдущий минимум 114 и вверх мы прошли 400 пунктов. Тоже неплохо. То есть в любом случае мы, получается, вытягиваем все-таки какой-то профит. А так здесь вот я бы, например, не покупал. Почему? Потому что у нас, во-первых, нисходящее движение продолжается. И у нас темно-зеленые бары на индикаторе МАГДИ, поэтому такую точку я бы пропустил. Ну, в принципе, говорят о том, что можно брать даже вот просто точку. Точка появилась, на следующей свече вошли. Или на пробитие вот этой сигнальной свечи можно так, чтобы с фильтром. То есть появилась точка, взяли максимум этой свечи, все, поставили на пробитие. Если пробьем, то пойдем вверх. То есть получается, что стоп небольшой, так профит большой. Хорошо. Тоже, на самом деле, очень правильный подход. Также здесь появилась точка. Здесь на пробитие свечи поставили продажу. Вниз прошли, в принципе, ну, расстояние, по крайней мере, один к одному. Проходим спокойно. Также здесь появилась эта точка. Поставили стоп-лосс 122. И вниз, соответственно, прошли к этой точке и пошли уже вверх. То есть, на самом деле, цена ходит вот в этом, вот, можно назвать ценовым каналом. Можно и так сказать. Можно сказать, что это ценовой канал. То есть, внутри этого ценового канала ходит цена. Давайте меньше темпы и посмотрим, что у нас здесь интересного. Ну вот, смотрите, опять ситуация очень хорошая. То есть, у нас здесь был красный тренд, то есть, нисходящий. Здесь у нас появилась точка, которая нам сказала, что надо подготавливаться к покупке. То есть, точка внизу. Нам нужно подготавливаться к покупке. Ждем, когда у нас завершится нисходящий тренд. И мы видим, что вот у нас появился зеленый бар. Вот этого вот переделанного хейкинаша. Появился зеленый бар. Опять-таки, я бы дождался, наверное, все-таки... Ну, здесь уже вот появился зеленый. Получается, да, здесь же появился зеленый. Нет, чуть-чуть дальше. Все-таки вот. Вот здесь вот у нас появился зеленый столбик гистограммы МАГДИИ. И все. Здесь мы входим в покупку, ставим стоп-лост за точку, 146 пунктов. Вверх мы прошли до точки 269 пунктов. Когда нужно выходить? Вообще, автор стратегии рекомендует выходить на появление обратной точки. То есть, у нас появилась обратная точка, и мы закрываем сделку. Так рекомендует автор. Я думаю, брать какое-то соотношение или какие-то уровни. И опять-таки, можно просто тралить сделку. Как вариант. Поэтому, ну, можно и на появление. То есть, можно, в принципе, как рекомендует автор, на появление точки выходить. То есть, у нас здесь появилась на вот этой вот свече у нас появилась красная точка. И мы, соответственно, закрываем нашу покупку, которую мы здесь с вами открывали. Вот такой у нас получается здесь подход. Здесь были, соответственно, у нас продажи. То есть, у нас пересечение, во-первых, обязательное условие. Это пересечение вот этой вот скользящей. То есть, нам нужно увидеть. То есть, смотрите, здесь у нас, видите, восходящий, восходящий, восходящий тренд. И здесь мы пересеклись. У нас темно-зеленый цвет. То есть, у нас получается, что затухание этого восходящего движения. Здесь мы что делаем? Мы продаем. То есть, у нас есть красный столбик вот этого вот хейки-наши. Ну, так называемого хейки-наши. То есть, я буду говорить хейки-наши просто по старинке, чтобы было понятно, чтобы вас меньше путать. Потому что они очень похожи на хейки-наши. Поэтому так и буду их называть. То есть, здесь мы входим в продажу. За точку ставим 100+. 170 пунктов 100+, не спрошли. Появилась точка. Ну, вот здесь вот мы должны были, по идее, закрывать сделку. То есть, у нас здесь появилась точка. Мы должны были закрывать. Ну, тоже хороший, в принципе, профиль получился бы. Один к двум мы бы забрали. Можно не закрывать. То есть, видите, что есть хороший тренд. Можно как бы и потравить. Вам никто не запрещает тралить сделку. То есть, если вы видите, что сделка хорошая, почему ее не тралить? Вообще, когда я бы выходил, то есть, вот мое мнение. Это вот сейчас мы поговорили именно о правилах, которые не мной придуманы. Потому что торговая стратегия также придумана не мной. Давайте посмотрим, Флэд, на мелких тайп-фреймах, как себя ведут индикаторы. Да, хорошо, сейчас перейдем. Сейчас я вот свою идею расскажу по закрытию и перейдем. Итак, мы разобрались, да, что мы смотрим по индикатору MACD. И когда есть пересечение, то есть, получается, что здесь мы входим в продажу. Потому что все говорит о том, что нам можно продавать. То есть, у нас есть смена тренда. Здесь у нас был восходящий. И здесь затухание этого восходящего движения. Темно-зеленые столбики гистограммы. Пересечение скользящей. Появление красных столбиков на индикаторе, так называемом, хейки наших. А все, мы идем вниз. Вот она, наша скользящая, мы идем вниз. А неправильнее ли, вот как вы считаете, неправильнее ли закрывать сделку, когда идет пересечение скользящей? Не будет ли это выгоднее? Все-таки тогда мы выдавим весь тренд, который есть. То есть, у нас вот здесь вот было пересечение. Получается, что вот здесь вот мы должны были закрыть нашу продажу. Мне кажется, что вот здесь продажу закрыть гораздо приятнее, чем закрыть ее намного выше. То есть, просто выдавить тренд. Вот поймали тренд и его просто выдавили. Но, понятно, что это здесь тренд, это мы здесь посмотрели, что мы на истории нашли какой-то тренд, да, и заработали как бы с него 600 пунктов. Это история. Это история и это мы разбираем сейчас тренд. Поэтому здесь, конечно, все получается очень красиво. Можно сказать, что все. Можно себе выбирать новую яхту. Потому что такая хорошая стратегия. Но, ведь может быть и флет. Если будет флет, то не будет таких больших движений, значит не будет профита. Поэтому, что я предлагаю, в принципе, всегда. Да, но именно с учетом того, какое движение сейчас. У нас здесь получился стоп-лосс равный 168 пунктов. А первые 168 пунктов прошли, закрыли один к одному. То есть, первую нужно работать двумя сделками. Я всегда работаю двумя сделками. Я использую скрипты для открытия двойных ордеров. То есть, у меня рассчитывается риск. Именно с учетом того, что, например, я торгую риском 1%. Значит, у меня откроются две сделки по полпроцента. То есть, я установлю сюда стоп-лосс. У меня будет расчет лота сделан так, чтобы открылось две сделки по полпроцента. Ну, если, конечно, депозит позволяет открыть именно по полпроцента. Если там нет депозита, то, конечно, будет просто одна сделка с тем риском, который я выставил. И все. Вот. То есть, я работаю двумя сделками. Для чего я это делаю? Для того, чтобы можно было, когда будет один к одному, забрать прибыль. Потому что не всегда есть эти тренды. Но один к одному берется очень часто. То есть, один к одному вы будете брать очень часто, потому что это вполне возможно. И вот у нас опять, видите, появилась красная точка. То есть, здесь тоже так же можно было рассматривать продажу. Но я бы рассматривал продажу уже, когда было пересечение. То есть, когда я вот здесь, то у меня получается как бы восходящий тренд. Вот, то есть получается, что я чаще использую именно скользящую на индикаторе MACD и вот этот вот наличие тренда. Ну, конечно же, очень удобно использовать именно вот этот самый индикатор, который нам показывает направление тренда, потому что те, кто, ну, особенно если не опытные трейдеры, то очень важно видеть, куда идет тренд. То есть это очень важно, видеть это направление. И вот как раз нам этот индикатор сейчас что показывает? Это то, что мы пойдем вверх, ну, хотя бы там вот до каких-то красных линий. То есть у нас, получается, есть запас хода. Это хорошо, то есть это хорошо, это какой-то придает все-таки уверенность. Ну и, по крайней мере, понятно, что продавать сейчас, наверное, не стоит. Хотя у нас, видите, появился сигнал на продажу, поэтому если появится темно-зеленый столбик, то и появится красный, опять-таки, столбик на индикаторе, как и наши переделаны, то можно будет поискать и продажу. Так, давайте посмотрим маленький таймфрейм, какой-нибудь флэт. Так, что у нас сегодня здесь было? Ну, у нас была покупка. Вот она, эта покупка. Это у нас таймфрейм M5. То есть мы взяли такой вот самый маленький, который, ну, я думаю, куда еще меньше, правильно? Здесь была у нас покупка. Покупка, в принципе, не сильно плохая, но и не сильно это хорошая, на самом деле. То есть зеленые столбики у нас уже высоковато. То есть у нас получается, видите, сильно просто движение стрельного, поэтому покупка была, конечно, высоковата. Но если бы мы закрывались, например, по точке, то мы бы закрылись где-то здесь с прибылью. Если бы закрывались по пересечению, то закрылись тоже бы с прибылью. Просто меньше. Вот, но в любом случае мы бы получили прибыль. И так, и так мы бы получили прибыль, поэтому даже, видите, во флэте, ну, все не сильно страшно. Вот у нас опять-таки появилась точка на покупку. В принципе, вот у нас зеленый столбик. То есть здесь бы, где-то здесь мы бы купили. Ну, сейчас просто пытались бы 0. Если бы по точке закрывались, то, ну, тоже, наверное, там плюс 5 пунктов, минус 5 пунктов, 0, короче. 0 бы закрылись, и все. И то же самое здесь, если бы мы продавали. Ну, мы бы, наверное, не продавали, потому что все-таки у нас тренд явно восходящий. Вот, поэтому, может быть. Ну, если бы даже и продавали, то здесь бы где-то продали. Ну, опять, сейчас бы могли там закрыться вновь. То есть, ну, сейчас флэт. Сейчас, видите, сейчас идет очень-очень узкий флэт, даже на М5. Поэтому здесь что-то прогнозировать, это просто смешно. Какие-то вот эти вот брать микродвижения. То есть надо все-таки тоже чуть-чуть включать голову. И если вы видите, что явный, вот просто явно выраженный флэт, то что можно заработать на этом флэте, ну, как бы особо ничего не заработаешь. Ну, и сейчас уже вечер, может быть, из-за этого и флэт. Поэтому ничего страшного. Давайте посмотрим на М15, что здесь могло быть. Ну, опять-таки, вот здесь было пересечение. То есть, я думаю, что М5, да можно и на М5 тоже брать какие-то ранние сделки, можно находить. Ну, вот я больше смотрю на индикатор MACD и на вот этот вот индикатор BARR. То есть он мне больше нравится, намного больше. То есть здесь у нас, вот видите, было восходящее движение. То есть смена красных на зеленые, пересечения скользящие, светло-зеленые столбики гистограммы. Все говорит о восходящем движении. Ну, во всяком случае, даже если так посмотреть на то, что у нас только зеленого цвета столбики, то здесь все говорит о том, что нам нужно что делать? Нам нужно, конечно же, покупать. Вот давайте рассматривать эти покупки. А да, еще как можно использовать. То есть можно использовать индикатор MACD в качестве фильтра, а покупать или продавать. То есть можно его использовать именно вот в таком виде. И на самом деле в таком виде его использовать, ну, легче точно. То есть это будет намного проще для торговли. Объясняю свою мысль. Вот, еще меньше, чтобы объяснить. Итак, мы видим, что вот этот диапазон у нас весь зеленый. Весь зеленый диапазон. Давайте мы его отметим. Так. И вот, вот примерно вот посюда. То есть весь этот диапазон мы рассматриваем только покупки. Мы сейчас разберем, где покупать. На самом деле ничего сложного вы в этом не увидите. Я думаю, что эта идея даже будет гораздо лучше, чем остальные. Дальше. Маленький вот этот диапазон мы рассматриваем только продажи. Если такие будут. Вот этот диапазон. И следующий весь диапазон мы рассматриваем только покупки. Только покупки. И больше ничего. Только покупки. И давайте теперь вспомним то, что я говорил по поводу волновой теории. То есть что у нас происходит в волновой теории. То есть что значит импульс и что значит коррекция. Давайте это нарисуем. Импульс и коррекцию нарисуем на индикаторе МАГДИ. Ну, а что нам мешает нарисовать на индикаторе МАГДИ? Как бы и ничего. Смотрим. Итак, вот у нас получается вверх первая волна импульсная. Волна коррекционная. А что нам надо делать? Вы помните, что нам нужно находить коррекцию для того, чтобы увидеть окончание коррекции. И войти куда? Войти в импульс. Правильно? В импульс. То есть нам нужен импульс. Вверх импульс. В который мы войдем. Ну, мы разберем что-то такое. Вниз. Коррекция. Вверх. Импульс. То есть видите, я просто светло-зеленое считаю за импульс. Почему я считаю за импульс? Потому что движение какое? Движение восходящее. Правильно? То есть вот этот индикатор МАГДИ мне говорит движение восходящее. Я сейчас, обратите внимание, я сейчас на график не смотрю. То есть мне сейчас график мало интересен. Мне интересен именно вот этот индикатор. Коррекция. Ну и соответственно у нас получается что? У нас получается импульс. Вот мы разобрались, как можно искать импульсы и коррекции только с помощью индикатора МАГДИ. То есть мы определили наличие тренда. Мы говорим, что здесь тренд восходящий. Ну, не мы говорим, индикатор говорит, ну и ладно. Просто мы ему поверим насквозь. То есть индикатор говорит, что восходящий, потому что зеленого цвета, выше ноля, да? Ну, вы помните, да, в принципе, и индикатор весового осциллятора. О чем-то словили. О том, что если выше ноля, значит восходящий, и ниже ноля, значит нисходящий. А вот это вот центр, это что? Это тоже, в принципе, скользящее. Это тоже скользящее, просто она такая вот вытянутая в струну, и получается вот такой вот вид вот этой гистограммы. А по факту, на самом деле, индикатор МАГДИ, индикатор весового осциллятора, это просто две скользящие средния. Вот, этого многие не знают, но это так. Это так, просто я вам скажу, как есть, потому что я просто очень много лет изучаю работы Вильямса, поэтому здесь уже я точно знаю, о чем говорю. Итак, давайте теперь разбирать, что же у нас здесь было. Ну, во-первых, у нас появлялись зеленые точечки, индикаторы. А раз появлялись зеленые точечки, значит нам можно было искать что? Искать покупки, конечно же покупки, потому что мы знаем, что какого цвета индикатор МАГДИ зеленого. То есть мы ищем только покупки, нас интересует только направление тренда. И все, мы слепо, вот знаете, как бычки, да, идем по тренду. Нам наплевать, что происходит, как происходит. Мы идем по тренду. Все эти красные точки, которые говорят нам о том, что надо продавать, мы здесь можем лишь фиксировать, например, часть прибыли, когда появляются красные точки, потому что мы знаем, что будет какой-то откат. Но не более, но ни в коем случае не открывать продажу. То есть продажу мы здесь не будем открывать. Почему? Потому что мы знаем, что тренд какой? Тренд восходящий. Ну, пока у нас будут зеленые столбики гистограммы, для нас тренд восходящий. Другого тренда для нас не существует. И, конечно, что мы делаем? Мы всегда доливаемся в покупки. На самом деле здесь, если поймать какой-то вот даже вот такой небольшой тренд, а он на самом деле небольшой, всего 300, ну, вот чуть больше, где-то 350, наверное, пунктов тренд. То есть это небольшой. Это небольшой тренд, тем более для валютной пары фунт-доллар, это вообще ерунда. Мы ищем всегда возможности купить. Всегда. То есть у нас появилось зеленое... Ну, у нас, во-первых, здесь было первое пересчение. То есть у нас появились зеленые точки. Мы купили первый раз. Здесь, например, зафиксировались там. Одной сделкой, одной сделкой, а вторая сделка получается у нас уже... Или один к одному зафиксировались, вторая сделка у нас может висеть в положительном замке. То есть если вдруг будет разворот, то мы просто ничего не потеряем. Здесь у нас появилась точка, у нас появился светлый бар. Потому что зеленый, мы помним, что зеленые это продажи, светлые это покупки. И, соответственно, у нас появился зеленый бар на вот этом переделанном хрике нашем. Мы опять что делаем? Мы купили, точка появилась, мы закрыли одну сделку, вторая у нас в положительном замке, то есть у нас уже две сделки в положительном замке стоят. Опять у нас появился нисходящий тренд, вот она, эта коррекция, мы же помним, что импульс-коррекция, вы помните, да, импульс-коррекция-импульс. Опять то же самое, появилась коррекция, коррекция закончилась, началось восходящее движение, можно опять купить. То же самое здесь, появилась коррекция, началось восходящее движение, можно купить. То же самое здесь, появилась коррекция, вот она эта коррекция, на индикаторе МАГДИ, то есть я коррекции вижу по индикатору МАГДИ, появились коррекции, появились точки, отлично, точки появились, появился светлый бар на индикаторе МАГДИ, что мы здесь делаем, покупаем. Вы представляете, на самом деле, сколько мы можем здесь уже набрать положительных сделок, которые нам дадут первый тейп профит, и они просто станут положительный замок, и потом просто можно все эти стопаки уже не так, что они раскиданы, например, где-то первый внизу стопак, потом какой-то стопак уже где-то там выше, какой-то стопак еще одной сделки где-то еще выше, и, соответственно, вот так вот будут двигаться стопаки, стоять положительные уже эти замки. Что можно сделать? Можно их просто объединить. Объединить и уже вместе перетаскивать по какому-то предыдущему стопу, то есть, например, у нас здесь стоп появился, мы берем, и всю эту араву стопаков мы перетаскиваем, и если будет разворот, и этот стопак сработает, ну, точнее, эти сколько-то там 10 стопаков, которые мы уже открыли, сделку сработают, то, соответственно, что у нас будет? У нас будет просто прибыль по всем этим сделкам, которые были, которые нам дадут просто еще один депозит, и все. Потом у нас опять началось восходящее движение, потом у нас началось нисходящее, у нас здесь опять, видите, появилась точка, мы что делаем? Мы опять покупаем, и что мы делаем? Мы всю эту араву стопаков, которую мы там понаоткрывали, тысячу этих сделок, мы что делаем? Мы перетаскиваем сюда, правильно? Мы просто берем и перетаскиваем, вот мы перетащили. Получается, что мы за это движение, мы набрали десяток сделок, все эти сделки находятся стопаки этих сделок в большом плюсе, в большом плюсе. И когда происходит разворот, вот он произошел, этот разворот, то мы просто забрали эту большую прибыль, приумножили свой депозит процентов на 20-30, и довольные пошли отдыхать. Вот такая идея, как можно использовать индикатор МАГДИ. Индикатор МАГДИ можно использовать, получается, просто для того, чтобы набирать позиции, набирать позиции, куда набирать позиции по тренду. Опять-таки, было восходящее движение, зеленого цвета оно, оно зеленого цвета, оно зеленого, оно до сих пор зеленого. Что нам нужно было делать? Нам нужно было набирать позиции, потому что все, что темно-зеленое, мы принимаем за коррекцию. Почему мы принимаем эту коррекцию? Да, это может быть не коррекция, но если мы говорим о том, что тренд восходящий, соответственно, движение вниз, оно будет какое? Оно будет коррекционное. И все. Мы здесь набираем позиции. Все. То есть, если бы у нас здесь стоял какой-то стоп-лосс, то здесь бы нас вынесло. Получается, что вот это вот все движение мы бы забрали. И сделки, сколько там у нас их получилось. А получиться их могло очень даже много, потому что у нас вот была коррекция красного цвета, вот эти вот переделанные хэки наши, вот красного цвета, вот красного цвета, вот здесь красного цвета. То есть, получается, что мы могли, в принципе, нормально набрать позиции, получить первые тейк-профиты один к одному. Потому что, вы помните, что я говорил о том, что лучше работать. Ну, каждому свое. То есть, кому-то не кайф работать двойным ордером, кому-то вообще не кайф работать, а кайф просто посмотреть вебинар, помечтать, как он себе купит машину, сесть на октобус, да, и поехать куда-нибудь на работу. То есть, каждому свое. Ну, я работаю двойным ордером. То есть, я всегда работаю двойным ордером. Никак иначе я не работаю. Вот такой у меня скрипт, с которым я работаю. В принципе, скрипт написан моей командой. То есть, что происходит? Например, я хочу поставить вот здесь вот покупку. Или давайте вот здесь вот продажу, чтобы было видно. Вот видите, я когда двигаю синюю линию, то у меня двигаются все остальные. Вот здесь хочу поставить продажу. То есть, я думаю, что если до сюда дойдет цена, то мне нужно продавать. Ну, мне так хочется, не знаю. Или давайте покупку. Мы же на отбой работаем. Покупку. Вот когда сюда дойдет цена, я хочу, чтобы мы купили, то есть, открылся buy limit. Ну, вот такой ордер buy limit. Соответственно, я хочу вот здесь поставить стоп-лосс за точку. Я выставил эту красную линию. Правую кнопку мыши. Удалить. У меня спрашивают установить отложенный ордер. Я нажимаю ОК. Все. Я установил отложенный ордер. Отложенный ордер я установил. Их два здесь установилось отложенных ордера. А по 0.23. То есть, все. Я могу выставить take profit по одному ордеру и куда-нибудь закинуть take profit по второму ордеру. И все. И дальше уже по второму ордеру приму решение, когда ее закрыть. Тогда, когда цена куда-то пройдет или не пройдет, остановится. Ну, в любом случае, вот такими скриптами. То есть, получается, что расчет лота идет автоматически от размера стоп-лосса. И все. Вот такая вот хитрость. Ну, хитрость, не хитрость. В принципе, не сложный на самом деле скрипт. Здесь нет ничего такого сложного. Но сидеть, нажимать новый ордер, выбирать отложенные ордера и там искать в этих отложенных ордерах, какой же поставить buy limit или buy stop. Потом выбрать еще размер. То есть, где его поставить, по какой цене. Да ну, это такой колобняк. Я думаю, что трейдер должен заниматься не этим. Трейдер все-таки должен заниматься техническим каким-то анализом, а не писать вот эти вот 150 приказов, когда можно просто это сделать с помощью такого скрипта. То есть, я работаю скриптом. Мне это удобно. Моя вся команда работает скриптами. Им тоже это удобно. Мы как бы и работаем ими. Как вы будете работать, как вы хотите работать, дело ваше. То есть, тут уже каждому свое. Вот такая вот идея. Идея на самом деле, я думаю, в текущей ситуации очень хорошая, потому что рынок сложный стал. И поэтому здесь надо торговать тоже немного иначе. То есть, нужно находить какой-то другой подход. Ну и опять-таки, это возможность для тех, кто любит делать набор. Потому что на наборе позиций, кто умеет, кто когда-то занимался и у кого это получалось, тот знает, что если занимаешься набором позиций, то можно очень некисло заработать. И поэтому вот такая вот отличная возможность для заработка. То есть, мы опять-таки определяемся, что у нас все вот это движение, оно красное. Вот мы определили, что оно красное. То есть, получается, что мы все это движение должны были что делать? Должны были продавать. Вот у нас одна точка, первый стоп-воз, вторая точка, третья точка. И где-то здесь уже, когда у нас сменился тренд, просто у нас появились уже зеленые столбики, уже явно зеленые. То есть, они уже не в перемешку с красными. Видите, у нас здесь зеленый и красный. А просто уже совсем зеленый, зеленый, зеленый. То есть, здесь просто мы уже взяли, закрыли вручную и все, все сделки, которые успели понаоткрывать. А могли успеть понаоткрывать, вот у нас первая коррекция, светло-красная. Вторая коррекция, светло-красная. Третья коррекция, светло-красный цвет. Четвертая коррекция, в принципе, тоже можно было здесь пойти. То есть, получается, что вот эти вот сделки можно было закрыть спокойно в прибыль, а здесь тоже движение неплохое, больше 100 пунктов, то есть, можно было заработать. За счет того, что был набор позиций, за счет этого можно было нормально заработать. Ну и опять-таки, мы с помощью такого подхода, мы можем выходить из рынка с небольшим убытком, когда вот эти вот движения, вот это вот очень плохое движение, согласитесь. Ну, хотя это ночь, поэтому нет. Да, по поводу времени. Если вот мы сейчас разбирали M15, M30 и H1 в том числе, наверное, лучше торговать тогда, когда есть волатильность, то есть, не торговать ночью. Обратите внимание, что было ночью. Вот 23, 22, 21, вот с 20 часов и до 9, то есть, вот это вот все движение. Сколько было сигналов здесь? Ну, раз, два, три. Ну, вот если смотреть только восходящий, то раз, два, два сигнала было, которые мы бы пропустили, и все было бы хорошо. Потому что, ну, флэр, флэр ночью, поэтому ночью торговать не стоит. Вот эти вот все движения, их нужно пропускать и не торговать. Ночью надо спать. Ночью надо спать, и тогда все будет хорошо, когда и здоровье будет крепкое. Ночью, ночью по-любому надо спать. И вот, опять-таки, видите, опять, у нас все это движение, оно какого цвета? Красного. То есть, получается, что здесь, несмотря на то, что разные были ситуации, было восходящее как бы движение восходящее, но он же красный, индикатор показывает красное движение, правильно? И получается, что? Получается, что на самом деле очень многие здесь купили, потому что подумали, что будет какое-то восходящее движение, нужно покупать, ай-яй-яй, как же так? А мы, имея такой индикатор, и понимаем, что все-таки надо упрямо, вот как бычки, идти по тренду, вот его гонят быка, и он идет, да? И вот нам нужно точно так же. Мы видим, что здесь медведи. Все, мы рассматриваем только продажи. Мы на покупки даже не смотрим. Просто мы в ту сторону не смотрим. Не смотрим мы в нее, никак, вот просто категорически нет. Все, у нас здесь появилась красная точка, вот она, красная точка, сигнал, да? Вот у нас красного цвета здесь все, в принципе, вот красный тренд. Все, здесь первый раз продали, здесь второй раз продали, здесь третий раз продали, здесь, скорее всего, нас выкинуло, если мы тралим эти все сделки. Выкинуло и выкинуло, ничего страшного. Здесь опять мы дождались зеленых, точнее красных сигналов, потому что мы знаем, что тренд красный, мы продолжаем продавать. Вот у нас красные эти хейки наши переделаны, мы опять продали, здесь снова продали, здесь продали, продали, и здесь уже закрылись. То есть когда у нас полностью стали зеленые. И все, вот в принципе идея. Идея на самом деле она не сложная, если ее понять. Это не торговая стратегия, где просто вам нужно нажимать на кнопочку, и у вас с дырочки, с ноутбука вылазят денежки. Нет, здесь такого не получится, здесь надо все-таки приспособиться к этой торговле, потому что я вам предложил подход к торговле, который не популярный. Почему не популярный? Потому что он сложный, потому что здесь нужно все-таки понимать, что есть тренды, здесь нужно быть менее азартным. Здесь нужно уметь набирать позиции, то есть нужно какой-то получить опыт в этом подходе. Потому что этот подход нестандартный, этот подход он как бы и не популярный, потому что все любят заниматься одной сделкой. То есть есть понятие такая вот почему-то идея у многих трейдеров, у большинства трейдеров, что я открыл сделку, я за ней слежу, у меня открыта сделка вам. А почему не использовать несколько сделок? Почему не думать сразу несколькими сделками? Почему не управлять сразу несколькими сделками и из этого извлекать прибыль? То есть получается, что если какая-то сделка последняя нам даст какой-то убыток 10 пунктов, то по предыдущим 10 сделкам, 8 или 5 сделкам мы получим прибыль. Ведь это хорошо. Получается, что можно управлять несколькими сделками. Но этот подход не популярный еще по той причине, что его трудно объяснить на словах очень быстро какому-то новичку, а если ему не понравится, то он испугается, если он не испугается, то он не пополнит счет, а соответственно он не будет торговать и вроде как плохо. То есть я вам сейчас рассказал про более сложный подход, но этот подход имеет место быть и этот подход действительно может быть очень прибыльным, если его правильно использовать. Попробуйте, я думаю, что у кого больше опыта, тому легче будет, конечно, у кого меньше опыта, но меньше опыта, задавайте вопросы. Я уже говорил, что вебинары проводятся для вас, для того, чтобы вы находили для себя что-то новое, находили для себя что-то полезное, потому что на этом можно зарабатывать. Раз на этом можно зарабатывать, значит на этом сможете зарабатывать и вы. Сложная? Да, да, в какой-то степени сложная стратегия. Но даже не потому, что там какие-то сложные индикаторы, нет, ничего сложного нет, потому что подход другой. Подход, я вам рассказал, нестандартный и он просто непривычен даже уху человека, понимаете. Вот учат одному, а я сейчас говорю совершенно другое. Я говорю о том, что можно набирать позиции и работать несколькими ордерами одновременно и именно избегать прибыль из этого. За счет того, что у вас открыта сразу сетка ордеров. Да, можно назвать это сеткой. То есть нестандартный подход из-за этого сложно. Сложно именно из-за того, что это нестандартно, это непривычно. Но обретите внимание, что привычно оно же не работает. Я думаю, если вы попробуете, если вы попытаетесь, то есть если вы не просто кинете индикаторы куда-то и все, и дальше будете торговать по какой-то стрелочной стратегии, то у вас получится. Просто попробуйте на демо счете сначала или на демо счете. Ну да, наверное, на демо счете. Откройте демо счет. Попробуйте поторговать недельки две вот именно так. То есть прям по системе, чтобы попробовать саму идею, попробовать сам вот этот нестандартный подход. И когда вы вот это вот раскушаете, что это такое, что это вам дает именно в прибыли, тогда оно сразу по-другому вы на это посмотрите. То есть вы поймете, почему интересно работать именно с несколькими ордерами одновременно. То есть это надо попробовать, это надо почувствовать. Это надо почувствовать, тогда вы поймете, что это да, действительно классно. На самом деле многие прибыльные трейдеры, именно прибыльные, я говорю сейчас про прибыльных, потому что прибыльных мало, торгуют именно таким подходом. То есть торгуют, учитывая сразу несколько ордеров. То есть у них сразу открыто несколько ордеров, вот так называемая сетка ордеров, и ее уже закрывают в какой-то прибыли. То есть цель получается выжать из тренда все, что есть. Почему такая цель? Потому что по-другому сейчас сложно. Потому что когда будет флэт, вы будете получать убытки. Если вы будете с тренда брать одну сделку, то вы точно ничего не заработаете. Так, все, стратегию я вам скину в ссылку. А если у кого-то не будет скачиваться вдруг, пишите мне ВКонтакте. А все, я вам тогда желаю прибыльной торговли. Будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Будут какие-то идеи, пишите. Пишите под видео. Видео будет опубликовано на канале компании Grand Capital. И на моем YouTube-канале также будет опубликовано это видео. Поэтому вы его там обязательно найдете. Пожалуйста. Еще раз вам всем прибыльной торговли. Будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова